Знаменитая история о том, как молодой царь Соломон вступил в правление великим народом Божьим, Израилем, после того, как его отец Давид отошел в вечность. И вот он молится Богу, да, Бог спрашивает, что ты, что ты хочешь? Соломон попросил мудрость, мудрость, чтобы управлять Божьим народом. Интересно, что Бог отметил, что не просил богатства, не просил славы, не просил великого известного имени, не просил себе долгой земной жизни, потому что когда есть слава, есть деньги, известное имя, хочется как можно дольше с этим прожить, правда же? А тут все получил и умер. Для чего прославился? Зачем деньги заработал? Кто ими будет теперь пользоваться? Поэтому, конечно, нужно долгую жизнь. И мы знаем, что, как правило, люди, чем они больше поднимаются по какой-то карьерной лестнице, тем больше им хочется иметь имения, богатства, известности, славы. Ну, типичное желание человека, который поднялся или поднимается на вершину людской пирамиды, занимает какое-то свое место. Хотя Бог, мы видим в Писании, ставит начальников для того, чтобы заботиться о людях. И вот Соломон, будучи царем Израиля, просит, Боже, дай мне мудрости, чтобы я мог управлять народом Твоим. То есть, смотрите, царь воцарился, и он просил, Боже, я нуждаюсь в Твоей мудрости, потому что вот эти люди, я хочу не кое-как, я не хочу их использовать, как кирпичики в Вавилонской стене для вершины башни моего имени, моей славы. Я хочу мудро вот так от Тебя управлять этим народом, дай мне мудрости. То есть, видно, что мотивом Соломона, когда он воцарился, было редкостное для начальника качество, любовь к тем людям, о которых он призван был заботиться. Правда же? И Бог это в этом месте Писания отмечает. И Он говорит, поскольку для Тебя была главная, вот любовь к людям, и Ты хотел свое призвание, свою миссию сделать мудро, правильно. Помимо всего этого, я Тебе еще дам даже то, о чем Ты и не просил. И не было такого великого, такого могущественного, такого богатого царя в Израиле до того времени, каким стал Соломон. И вот вы знаете, мы вчера вместе с друзьями, пасторами из наших дочерних церквей ездили в Нижний Тагил, где был праздник 30-летия церкви. У нас тоже грядет этот праздник в этом году, но у нас он будет в конце года, 30-летие церкви. Вот уже надо как-то думать, планировать, готовиться. Вот у них, вот он был вчера, праздник 30-летия церкви. Мы поехали от вашего имени. Я их поздравил. Мы подарили им хороший подарок от всех нас. Церкви поздравили. И вот мы возвращаемся домой, и мы пока ехали, ну, сами понимаете, дорога из Тагила пару часов занимает, мы общались и говорили на такую тему, а вот кто о чем, кто о чем мечтает? Вот мы уже пасторы, которые не один год в служении. Вот о чем, о чем, о чем мы мечтаем? Что мы хотим? К чему мы стремимся? Вы знаете, вот такие вопросы, о которых думаешь, а вот я чего хочу? Вот что на сегодняшний день у меня цель? Больше денег заработать, лучше жилье приобрести, машину обновить, более свежую сделать. Какие у меня... Или чтобы церковь выросла успешными, были еще больше, или чтобы там у нас еще больше было просмотров на Ютубе. Кстати, если вы смотрите на Ютубе, пожалуйста, напишите там либо комментарий, либо лайк поставьте. Нам же надо больше просмотров, да? Какая наша цель? Какая моя цель? Чего я хочу? Конечно, на этот вопрос легко там ответить. Ну, конечно, как Соломон, лишь бы людям хорошо. Как бы о Господе, прежде всего, забочусь. Вот. Мы такие лукавые порой бываем, что мы любые плотские желания умеем оборачивать в духовную оболочку. Ну, ты просто алчный человек. Ну, денег тебе всегда не хватает, надо больше, больше, больше. Но ты же не скажешь, я вот жадный человек, надо денег больше. Ты скажешь, ну, мне надо, чтобы я вот заботился о всех. Хотя если то, что у тебя есть, и ты это не используешь, чтобы заботиться, то у тебя, когда будет больше, ты тоже ни о ком заботиться не будешь. Но тебе кажется, когда у тебя будет больше, ты тут же будешь заботиться. Или вот хочу быть славным, известным, ну, конечно, не для себя, я человек очень скромный, как Моисей, наикоротчайший на земле, но вот, чтобы Бога прославлять, проповедовать вот так вот, чтобы стал известным и через свою известность сделал Иисуса еще известней. Как же он без твоей известности до сих пор-то еще не прозябает в безвестности. То есть, понимаете, вот мы любые желания оборачиваем, вот часто хотим для себя, и у нас есть какие-то эгоистические мотивы, эгоистические цели, но мы можем их выдавать, как будто вот, как бы это все типа духовно выглядит. Поэтому это прежде всего вопрос, который мы должны ставить себе перед Богом. Как только мы этот вопрос ставим перед другими людьми, мы тут же начинаем немножко красоваться. А вот когда честно, пред Богом, потому что в действительности время пред Богом – это время самой глубокой искренности и самой глубокой честности. Мы иногда думаем, что, чтобы быть пред Богом, нужно выучить какие-то формулы. Вот сначала я прославил, потом поблагодарил, потом попросил, потом не забыл поблагодарить, потом снова попросил, поблагодарил, еще в конце прославил, молитвочен наш сказал. В действительности это вообще не имеет никакого значения. Можно говорить самые неканонические вещи во время молитвы, но Бог смотрит на твое сердце, насколько ты честен. И порой честная, простая молитва намного важнее красивых, правильных, но фальшивых, фальшивых слов, фальшивых молитв, да? И вот пред Богом, а я что хочу? Я что хочу? Поэтому, когда мы приехали домой, я вечером, я думал, молился, а что я хочу? К чему я стремлюсь? О чем я мечтаю? Если вот представить сейчас, да, голос, сын мой, проси у меня, что хочешь, и дай Боже мне мудрости, чтобы я еще лучшим пастором для людей был. Дай мне, Боже, больше любви, чтобы я еще больше заботился о ближних своих. Обычно это приходит в последний момент. Потому что прежде у нас одно, второе, третье, четвертое, пятое. И когда это все решили, ну, еще, пожалуй, и любви тоже что-то побольше надо. И мы видим, что эти же все библейские истории не для того, чтобы мы про Соломона с вами только разговаривали. А вот был царь Соломон, а вот он так просил. Это же для нас написано. Это вопросы, которые мы должны себе давать. И Соломон, это некое послание, обращенное к нам. Мы, когда задаем такие вопросы, что? Что мы у Бога просим? К чему мы стремимся? О чем мы мечтаем?